Всем привет! Современные тенденции. Это казалось бы абсолютно позитивное словосочетание в последнее время получило довольно негативный окрас. В контексте того, что творцы нынешней массовой культуры отчего-то решили, что все созданное ранее это плохо и вот настало время нет даже не равенства, а реванша. Когда они будут насильно ломать через колено прежние устои, делая героев древнегреческих мифов темнокожими парнями нетрадиционной ориентации, меняя всем привычных персонажей на свой лад, мужчин превращая в женщин и все это во имя эфемерных непонятно кем навязанных идей. Да что там говорить, вот и до Властелина колец супер амбициозного сериала от Амазон теперь добрались новые веяния, а в обществе уже всерьез поднимается тема того, почему бы не сделать Гэндальфа женщиной. Что за бред скажет большинство здравомыслящих людей? Что за чудная идея скажут некоторые умники? И вот уже вопрос, а не появится ли в сериале могущественный маг без своей привычной бороды, зато в каком-нибудь платье в образе чародейки оказывается не таким уж маловероятным. Давайте же сегодня обсудим этот классический случай современной шизофрении и раз у нас уже пошел такой разговор, продолжим эту тему и попробуем понять, от чего же мир сошел с ума, в чем причина этого и куда в результате мы все придем. Особо нежным просьба не смотреть. Но откуда же берет источник гениальная идея о том, чтобы сделать Гэндальфа женщиной? Вообще, если уже на то пошло, то скорее всего в сериале мы в принципе не должны были бы его увидеть, ведь Амазон будет экранизировать вторую эпоху, когда маг еще не прибыл в Средиземье. Все же, учитывая огромную популярность самого персонажа, возможно сценаристы как-нибудь ухитрятся, чтобы таки поместить его в свое шоу. И вот тут на сцену вышла некая Робин Малкольм, новозеландская актриса, игравшая в двух башнях, которая буквально вчера призвала меньше концентрироваться на гендерном вопросе создателей сериала «Властелин колец» и сделать Гэндальфа женщиной. Актриса говорит, эти старые легенды, эти старые мистические истории основаны на патриархальном ландшафте. Почему бы не взглянуть на магию матриархального мира, где магические и могущественные существа являются женщинами? «Я вижу Гэндальфа как женщину старшего возраста, покрытую татуировками, это было бы невероятно». Дальше Робин Малкольм продолжила свои сомнительные откровения, говоря, мол, у нас есть утробы, и когда-то это было настоящей магией, сакральной и жесткой. В конце концов, говорит актриса, раньше ведь были женские гамлеты, так что почему бы и нет. Насчет гамлетов, кстати, не совсем мне понятно, не являясь прям знатоком театра, все же припоминаю, что раньше наоборот мужчины играли все роли, а вот чтоб женщины играли мужчин, такого не помню, хотя может кто-то больше в теме, напишите под видео. Ну а дальше вообще, маразм крепчал и новозеландская актриса даже начала перечислять кандидатуры, подходящие для роли древнего мага. Сказав что-то вроде, вам нужны актрисы, у которых есть серьезность, реальная личная сила и немного гениальности, и они воспримут все абсолютно так, как это и было задумано, с ведьминой энергией, которой обладают эти двое. А эти двое это новозеландские актрисы Рина Оуэн и Рэйчел Хауст, вот прям лучше Гэндальфов нам и не найти. Хотя дальше Робин Малкольм подбросила еще парочку имен, если вдруг создатели шоу искали бы звезду, известную широким массам. Такой, по ее мнению, может стать Джуди Дэнч или Айлин Эткинс или Мэгги Смит. Всем троим, к слову, уже за 80, но это так, мелочи. Главное, что мне лично уже попадали статьи, англоязычные, само собой, где вот эту бредовишую идею с женщиной Гэндальфом даже подхватили, подняли, так сказать, на щит и понесли дальше в широкие массы. Я, конечно, в принципе, очень сомневаюсь, что Гэндальф может появиться в сериале от Амазон, ну разве что его создатели уж как-то сильно исхитряться. Но если это вдруг случится, то очень надеюсь, что создатели шоу не удумают идти на поводу дешевым трюкам с псевдоравенством. Да у них, в конце концов, имеются наследники Толкина, которые должны бы следить за каноном, а также такие знатоки, как Том Шиппи, это с одной стороны. А с другой, не помню, кто из киноделов в этом недавно признался, мол, теперь в каждом фильме, я думаю, что и сериалы недалеко ушли, должно быть и социальное наполнение, что проект хорошо встретили критики, даже там, где это наполнение пихают просто через силу. Так что, как бы авторы шоу не поддались на такие веяния, особенно вспоминая цитату Джоан Роулинг о том, что в книгах Толкина нигде же не написано, что Гэндальф не был черной женщиной, так что типа, почему бы и нет. Джоан, кстати, и сама не слабо в свое время взбесила фанатов, когда в постановке пьесы Гарри Поттер и Проклятое Дитя Гермиону сделали темнокожей. А вот теперь, видно, решила вставить свои пять копеек и к теме Властелина Колец. В общем, такая новость вроде как чуша, которой говорить особо-то нечего, но только не в наших реалиях, у нас сейчас как раз такой бред встречают просто на ура. В этом ключе, кстати, раз у нас сегодня уже пошел такой разговор, давайте поговорим о том, что же теперь творится вокруг и откуда берутся такие чумовые идеи, находящие еще и широкую поддержку в последнее время. Ведь в самом деле, женщина Гэндальф это так, пустяки, пока что на уровне разговоров. А вот по поводу, например, женщины Халк, нового проекта студии Марвел, после того, как Брюс Бэннер ушел в глубокое подполье после Мстителей Финал, или самой свежей информации о том, что и Капитан Америка, тех же Марвел, также в скором, ну или не в самом скором времени, но тоже станет женским героем. А еще мы можем вспомнить о планах делать женщину Индиану Джонс, или совершенно сумасбродном проекте Троя с темнокожими геями древнегреческими героями, или еще более мракобесном шедевре Зачарованные, где просто из всех дыр торчит и выпирает тема равенства или даже превосходства фемок над тупыми мужланами. И этот список можно на самом деле еще очень долго продолжать, но откуда, черт возьми, такое берется, и куда в результате может докатиться наш мир? Сложный, конечно, вопрос. И знаете, мне сейчас вспомнилось одно из откровений шоураннера сериала «Ведьмак» от Netflix, которому, кстати, честно говоря, тоже вопросов немало. Лорен Шмидт, которая как-то призналась, мол, раньше жестокие бледнолицые тираны угнетали всех подряд, отклоняя в одну сторону условно-исторический маятник. И вот теперь, наконец-то, маятник смог качнуться в противоположную сторону. При этом сама Лорен, тоже та еще штучка, признает, что да, это уже другой перекос, но говорит, что типа теперь ждите, пока установится некое равновесие. И знаете, мне кажется, что это прям довольно откровенное описание ситуации, когда сумасшедшие фемки или борцы за равноправие понимают, что уже перебирают лишнего, но при этом считают, мол, пришло наше время, пусть теперь терпят. А условное общество вроде как уже смирилось, ну или делает вид, что смирилось с таким положением вещей и ждет бедное, когда же там уже установится эта чертова середина. Но вот в чем дело, что пока эта самая середина наступит, мы с вами имеем все шансы забыть, что такое вообще нормальное кино, без насильного искажения персонажа и навязывания черт знает чего. Ну в самом деле, вот смотрите, есть допустим персонаж Блэйд, охотник на вампиров и культовый герой 90-х годов, которого в свое время сыграл Весли Снайпс. И вот сейчас Марвел планирует перезапускать франшизу и даже ввести Блэйда в ряды своих Мстителей, неважно. Суть в том, что для нового охотника на упырей был не так давно утвержден другой темнокожий актер Махершала Али. Отличный актер, вопросов нет. И вот я подумал, ну никто же не возмущался, типа эй, а чего это Блэйд снова темнокожий? Да нет, все уже привыкли к такому персонажу и восприняли это как должное. Но вы только представьте, какая вонь поднялась бы, заяви Марвел, что их новый Блэйд будет теперь белым парнем, а мол почему бы и нет. Да борцы за равенство и братство тут же повылазили бы из всех щелей, устроив просто, наверное, конец света. А по сути, чем это отличалось бы от того же Гэндальфа-женщины или темнокожего Ахиллеса или черной русалочки. Еще одной гениальной идеей современного мира. Или допустим, если бы чудо-женщину от DC взяли бы и сделали чудо-мужиком. Да фемки по всему миру просто на британский флаг порвались бы от ярости. Но вот когда маятник качнется в другую сторону, то вроде всем ок. А если ты вдруг скажешь что-то против, то он тебя тут же приклеит ярлык расиста или угнетателя женщин. Прикольно, да? Ну то есть, как мне кажется, с причиной такой тенденции мы, наверное, уже разобрались. Просто белые мужики слишком долго всех угнетали и теперь типа получают обратку. Но тогда, конечно, у нас возникает резонный вопрос, а сколько эта хрень еще будет продолжаться? И здесь скажу я вам, все достаточно сложно. Ведь маятник может и не вернуться в серединку. Просто-напросто теперешнее упоротое положение вещей со временем станет нормой и любое отклонение от нее будет считаться уже ай-яй-яй каким плохим делом. А чтобы этого не произошло, выход один. Не играть в голого короля и не делать вид, что все так и должно быть. Мол, мы еще потерпим, а вось как-то там будет нормально. Да нет, не будет оно само по себе так точно. Я, конечно, не призываю бойкотировать кинотеатры или тем более кого-то там травить. Нет, просто в первую очередь не нужно бояться высказывать свое мнение. Не надо делать вид, что коверкание сюжета или персонажа в угоду кем-то навязанным ценностям это норма и не дай бог сказать что-то против, как же на тебя посмотрят. Может тогда и те, кто создают массовую культуру и, так сказать, пытаются диктовать общие устои, увидели бы, что они что-то делают не так. Если же вернуться к Властелину колец и Амазон, то как раз эти ребята пока что выглядят самыми здравыми и не очень-то подверженными влиянием масс. Взять их же пацанов, которые просто безжалостно проходятся не только по супергеройской теме, но и по современной религии, политике или вопросам равенства полов. Ну а благие знамения все тех же Амазон это вообще тонкий, но от этого не менее острый степ. Так что, по крайней мере пока, создается впечатление, что Амазон решили стать чем-то вроде Бастиона, который не намерен прогибаться под псевдовеяние. Что внушает определенный оптимизм, в целом и в вопросе Властелина колец в частности. Да и успех тех же пацанов только подтверждает то, что запрос именно на старые добрые представления о хорошем и плохом уже назрел в обществе. Так что может все не так уж и плохо, нужно просто об этом говорить. Да и в конце концов, та же трилогия Джексона как-то обошлась в свое время без переворачивания персонажа и искажения канона, став при этом бесспорным шедевром в своем жанре, собрав кучу Оскаров и оставшись пока что недосягаемым идеалом. Что должно очень четко указать создателям шоу на то, что на самом деле важно, а что лишь пустая мишура. Пожелаем им в этом успехов и пожалуй будем на сегодня закругляться. Если у вас есть что сказать, пишите ваши комментарии, а кому понравилось это видео, поддержите его лайком и поделитесь с вашими друзьями. Спасибо всем за просмотр и всем пока!